МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агентство Мудис улучшило прогноз по рейтингу ряда российских регионов, в том числе Башкирии, до стабильного. Такая реакция последовала после того, как в минувшую пятницу агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России. Рейтинг страны подтвержден на спекулятивном уровне BA1. Прогноз до стабильного улучшен также для 12 регионов страны. Кроме Башкирии, это Татарстан, Москва и Московская область, а также ряд других. Аналитики агентства отметили, что, помимо прочего, причинами улучшения прогнозов стали действия властей, которые работают по снижению зависимости бюджетов от нефтегазовых доходов. Ранее в агентстве говорили о тенденции к стабилизации госдолга. Кроме того, улучшен прогноз по рейтингам 22 российских компаний с негативного до стабильного. В их число вошла Башнефть. Добавлю, что улучшение прогноза по рейтингу дает возможность роста в среднесрочной перспективе. Министерство сельского хозяйства страны выбрало 25 банков, которые будут предоставлять субсидии. Кредиты организации выдадут займы аграрному сектору экономики на льготных условиях. Процентная ставка составит не более 5% годовых. Всего с 6 по 15 февраля в комиссию по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса поступило 27 заявок. Пока соглашение заключено с Росельхозбанком, Альфа-банком, Промсвязьбанком, ВТБ, Сбербанком, Газпромбанком, Райфайзенбанком, Росбанком, Банком Открытия и Юникредитбанком. Остальные, например, Акбарс или Российский капитал и другие, получили одобрение спецкомиссии. Всем компаниям будут возмещаться недополученные доходы. Размер субсидии составит 100% ключевой ставки Банка России. Эта программа, прежде всего, позволяет снизить нагрузку аграриев на свое собственное оборотное средство. По новым условиям им не нужно будет ожидать возмещения от государства. Банк сразу дает кредит по сниженной ставке за счет субсидирования от государства. Мы рассматриваем заемщиков в обычном порядке, то есть банк принимает риск в любом случае на себя, несмотря на субсидирование. Поэтому требования будут выглядеть стандартные, то есть хорошее финансовое состояние, устойчивый проект, который будет сфинансироваться. Ну и выход на безубыточность в разумные сроки. Льготное субсидирование можно оформить на кредиты, рассчитанные на один год, и на те инвесткредиты, реализация которых рассчитана от 2 до 15 лет. Максимальный лимит на физлицо не более 1 миллиарда рублей. По инвесткредитам ограничений нет. Отмечу, что банки в зависимости от размера кредита могут снизить процентную ставку до 1%. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на четверг. И доллары, и евро подешевели. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 38 копеек и оценивается в 57,47. Европейская подешевела на 75 копеек до 60,45. Лучшие обменные курсы на среду. Покупка доллара в Промтрансбанке за 57,65 руб. Продажа в Башкомстаббанке и Газпромбанке за 58,00 руб. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Юнистримбанке за 60,80 руб. По продаже в БКСбанке за 60,99. Кредитная организация может взимать комиссию до 3% за обменную операцию. Индекс промышленного производства по итогам 2016 года в Уфе вырос на 0,7%. Небольшую динамику обеспечили 7 из 11 отраслей. Среди них производство электрооборудования, резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов, производство машин и оборудования. Объем отгруженной продукции собственного производства промышленных предприятий достиг 665 млрд рублей. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее. Замедление темпов отгрузки продукции в администрации города связывают с негативными макроэкономическими и геополитическими факторами. При этом часть предприятий все же смогли инвестировать в развитие производств. Так, ОМПО направил на эти цели более 6 млрд рублей. В этом году планируется инвестировать около 16 млрд. В 2016-м средства на реконструкцию и техническое перевооружение направили также Уфа-Гормолзавод, Уфимский витаминный завод, научно-производственное объединение «Микроген», совместное предприятие «Витцинман», «Башкирская электросетевая» и «Башкирская генерирующая компании». Я в новостях. Пока все. До встречи в 19.30.